Когда девочка играет в куклы, она что делает? Она куклу кормит, она куклу одевает, она с куклой гуляет, она строит ей домики. То есть она создает некую такую свою маленькую семью. И вот этот образ взрослый, который у нее складывается в голове, она переносится на свои игры. Теперь берем куклы, которые нынче выпускаются в США, в Европе, в Китае активно работают. Куклы, у которых исчезнут половые различия. Приходится то, что сейчас нам говорят толерантность, нежелание различать папу, маму. Говорит просто первый родитель, второй родитель. Вот потихонечку некая такая полночная экспансия проникает и в детские умы. Когда нет различия между куклой мальчиком и куклой девочкой. Куклу можно одеть мальчиком, куклу можно одеть девочкой. Ребенок привыкает к мысли, что кукла, как некий образ ребенка, может быть какой угодно. Свою полную идентификацию кукла теряет. Ребенок привыкает точно так же к отсутствию своей половой идентификации. Не только куклы, но и детей вообще как таковых. Кукла это все-таки образ ребенка. Помимо этого, огромное количество игрушек наводнил на наш рынок, которые вообще не имеют никакого ролевого назначения. Ну, не знаю, там самое элементарное. Куклы, которые прицепят там без мультфильмов. Игрушки из мультиков. Губка Боб. Видели такой мультфильм? Знаете? Это что за игрушка? Это губка, у которой там два глазика наклеены. Как можно ей играть? Ее можно играть реально только так, как показано в мультике. То есть других форм игр уже быть с этой куклой не может. До того, что к нам пришли куклы уже из мультфильмов, ну, даже не из мультфильмов, а стилепрограммы из Швеции. Есть замечательный такой сериал, вот, там «Какашка» и «Струя мочи». Да, то есть там реально перед экраном выступают актеры, одетые в «Какашки», «Струя мочи». После чего появляются игрушки такого же рода, и дети начинают играться с ними. В преддверии нашего выступления вчера я прошелся по магазинам, посмотрел, что у нас есть солдатиков. У нас есть замечательные наборы солдатиков. Есть американские солдатики, есть израильские солдатики, вот. Есть командосы, есть тюлени, опять-таки американские, да, спецподразделения и прочее. Практически нет солдатиков советских, российских. Только в очень других наборах, исключительно, вот, времен автоматичной войны, где попадаются солдатики, которые наши, наши российские, советские. Вот, дети, по определению, вынуждены играться солдатиков американских. Они играют, естественно, за американцев, по определению. Вот, все, что вкладывается в игрушку, оно очень тихо, очень незаметно внедряется в сознание ребенка. И ребенок вырастает с этим абсолютно уверенным в том, что это вот хорошо, американцы солдаты хорошо, русские солдаты плохо. Кто победил, так сказать, во Второй мировой войне победили американцы. Почему? Потому что есть игры, в которых он добирался, которые реально, им, для него реально говорят, что американцы победили во Второй мировой войне. Все. Для нас это особо важно, потому что, ну, Волгоград, Старинград, все-таки город поинской славы, давайте скажем честно, и патриотического воспитания именно у нас здесь, ну, я считаю, на порядок выше, чем во многих других регионах. Не допускать на наш рынок игр, которые уродуют, калечат детскую психику, наверное, это самая первейшая наша задача.